Ну вот, ребят, мы собрали. Второй день у нас пошло рыбалки. Вчера не очень элитативно было. Вот, мы так и подготовились. Димон у нас до капитана. Ну вот, Леха до штурмана. Ну а я, получается, юнг был там. Не, я на самом деле, у меня ответственное задание за этим делается. Вот, поэтому, сейчас мы будем отправляться. Ну вот, ребят, приехали мы на место, где вчера ночью стояли, жарятся. В общем, заработок вообще нет ни одной. Ставили на налима, как бы это, думали, что будет налимчик. Но, что-то, что-то пошло не так. Вот, так там выколачивают свои закидышки, которые тоже там примерзли немножко. Сегодня у нас такой конкретный ветерочек. Ну, не конкретно такой, слегка посильный, скажем так. Не очень сильный, но похолоднее, чем вчера. Вот, закидышки просто все вот стоят в один ряд. Ни одна не сработанная. Поэтому, мне кажется, что здесь и смысла нету. Даже. Ого! Звук какой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, все очень сложно. Оказывается, что здесь еще есть промои. Здесь. Знайдет ли не надо? Не знаю. Я не знаю. Ну вот, ребят, короче, здесь на точке. Уже, наверное, часа три, наверное, стоим. Ветер такой пронизывающий. Ну, не очень сильный, но пронизывающий. Клюет как бы неплохо, но все поклевки не результативные. Потому что вытаскиваешь и не стоя. Все, не знаю, почему так. Здесь такая трещина. Она идет вот так, прямо по всему водоему. Интересная. Поехал искать наши черпаки. Так что все будет. Холодно, конечно, но мы боремся с этим. Пьем, пьем горячий чай и пытаемся засекрить, как можно больше воздух. Погода такая мрачноватая, пасмурная. Ну, где-то минус 15, наверное, где-то так. Так что, такая ситуация. Или в палатке, потому что ветрюган поднялся. Да, мы, короче, решили в палатку перебраться. Вот, у нас здесь как-то все, пенечка стоит, греет. Леха тут на безмотылку, блин, пытается поймать. Один Дима там, блин. Один Дима там вдалеке, где-то ищет рыбу, пытается найти. В общем, там, на самом деле, честно говоря, я считаю, что для такого озера это бесклевие. Я вот не знаю, как Леха скажет. Леха, что ты скажешь по этому поводу? Ну да, вяленько, сколько десяток поймал. Ну да. Это не рыба для этих мест. Ну, это можно и на Ладоге, он там порит этот самый. Я тут смотрел вчера в ВКонтакте, блин, там такие окуня по килограммам фигачат. А мы что-то, он, дню какой-то занимается. Вообще ничего не плюет. Ну зато, вот такой вот у нас агрегат. Обогревают палатку за бортом просто неимоверный какой-то ветер, блин. Там все сносит, мы еле поставили палатку. Сейчас попробую показать. Там Димон у нас где-то, Димон-то, вон, Димон-то, вон, сидит, вон, ах ты, размазано все. Ну, в общем, Дима где-то там у нас, в тумане. Ежик в тумане у нас, Дима. Ну вот я решил выйти, наконец, из сумерка, из палатки. Ну вот, и все-таки попробовать половить, поискать окуня. Хоть погода, конечно, не айс, но здесь поклевок нет. Вот, я без мотылки тут оставил, конечно. Здесь вот без мотылочки. И там вот на опарыша. Такой, ну, типа как закидушка. Там три крючка, вот такая вот удочка. Там три крючка, короче, и грузик. Он, кстати, подергивает что-то. Что-то, может быть, что-то и поймаем. что-то подергивает а я слушай за это самое сделать ну чё там есть закидушку поставил вот это вот смотри она на нее подергивает да ну что непонятно не ничего тишина было 5 ну можешь на землю поставить ну понятно ну попробую я лег туда к лесу пойти короче как планировал о смотри лишь лишь вот это вот колышем там три крючка и просто это самое ну просто на опарыш и это не дергал но вот господа решила короче шуровать куда подальше но потому что чудо там палатки клевого никакого нету дима там это ловит пока такого нет так не хочется результат хоть какой-то вот туда мы шуруем там сторону леса там какая-то коса но ты за этой косой уже онега онежское озеро которую еще не замерзла но здесь торосы такие в принципе лед толстый говорят там какие-то проталины есть но не знаю я в принципе пока проталины не вижу здесь нигде вот и лед довольно таки так хороший толстый сейчас я ближе к берегу хочу подойти возможно там стоит окунь но это по моим соображениям как на самом деле учатся там торосы перейду сверлю и попробую половить где-то минут пять сижу на лунке и иду берегу вот такой план у меня он сделал луночку сразу пошла такая трещина вот вот это толстый хочу бур тут оставить чтобы и подмерзал сейчас проверю глубину у меня есть и холод такой это карманный проверю глубину и посмотрим что у нас там пару дней этот хороший толстый сантиметров 20 точно есть метров 20 лет есть мое предположение здесь метра 4 точно может быть больше сейчас проверим так ли это самом деле блин ребята 8 в половиной метра глубина что такое плохо неплохо сейчас сейчас возьмем шпыльгу будем пробовать так руки замерзает моментально поэтому пока что в варежках а там будут поклевки уже попроще так этот пакетчик не улетел у меня я за ним познался и чуть-чуть сам не улетел и сам улетел кстати очень закрывается так вот легло на дно пробуем где-то может быть пять минуточек тут посижу подергаю если никаких результатов нету я иду дальше вот такой вот у меня план потому что в палатке сидит тоже не алюка интересно точнее совсем не интересно какие-то даже поклевки уже совершается была подтяжка небольшая покидаем эту лунку ну и двигаемся туда в сторону косы туда вот примерно мы направляемся я хочу чтобы все таки глубина было метров пять хотя бы но мне кажется что 8 это все таки для оконя многовато ну сейчас посмотрим может быть где-то пройду еще метров 20-30 вот перед тарусами заборюсь и попробую там еще покидать нет начал буду дальше двигаться так пока нет найду оконя найду оконя естественно буду ловить но вот мы идем опять-таки ближе берегу смотрите глубина 8 8 метров то есть глубина здесь не не уменьшается на принципе так и есть 8 метров пока что знаю может быть все таки ближе к берегу будет поменьше все таки хочется разловить новоприбывшие мои балансиры вот он такой вот красавчик спинка они примерно с одного с одной партии то есть ну одинаковые только только расцветка разная но вот они да да нет этот побольше это вообще другой формы так что они совершенно разные балансиры сейчас будем пробовать на вот этот кислотничек ну на этой лунке должен еще нет в общем идем дальше я не знаю это такой ветер надеюсь что у меня слышно да начинаю подмерзать но не то что подмерзать просто неприятная такая погода вообще сказал что мне холодно костюм я купил новые теперь мне тепло в общем то в общем то идем пробуем идти дальше да интересны такие торосы здесь знаю будут ли ближе к берегу вообще по мельче вот это вопрос потому что я вот иду глубина не уменьшается так на что она не уменьшается но и не увеличивается не знаю блин диск такой лед вообще я иду и мне страшно какой-то странный вообще непонятно что мне стрёмно даже и провалиться вы хотя бы толстый везде не знаю может быть тут где-то есть какое-то теплое течение блин я иду аккуратно ступаю отрезка льда не слышу поэтому по идее должно быть все нормально вообще по идее ближе к берегу должно быть и лед должен быть потолще сейчас куда на ровную местность выйду и там заборюсь проверю глубину я не буду идти опять к берегу так да 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 вообще вообще стрёмно не лед толстый вообще толстый лед бояться тут нечего вообще толстый но такое ощущение что он даже толще чем там жесть так сразу же умерим глубину ну вот глубина пошла на спад здесь уже 7 и 7 метра вот ребят еще пробурил луночку и здесь у нас глубина уже 3 метра так ну вот здесь попробую пошмыркать посмотреть что получится вот решил на 3 с половиной метра вот поставить такой маленький балансирчик вот и попробовать на него возможно что то у нас случится интересно тоже 3 с половиной метра не знаю может быть что нибудь и было здесь будет значит будет нет значит нажмись на 5 метров хотелось бы на 5 конечно то что то 3 с половиной метра это кажется маловато поклевок я не вижу вообще ни одной меня балансиры толку никакого вообще вот если честно сказать я разочарован в этой рыбалке потому что реально приехать за 700 километров чтобы поймать из десяток мелких окуней это конечно не вариант это можно можно было съездить и на ладогу так же хорошо половить вот но не знаю мне сюда вытащили сказали будут мощная рыбалка в результате по факту да и все говорят что последнее время рыбы здесь очень мало стало ну там сетками что-то уловит конечно местные жители а так рыбы становится все меньше и меньше короче решил попробовать вертикалочку не знаю я уже тут все собственно говоря все практически перепробовал все плюс на ой ветер такой прям хороший где моя вертикалочка конечно большая на но вдруг чем черт не шутит с одной стороны серебряно как раз то что я и хочу ночью надо же как-то пробовать вдруг вот именно эта тема и сработает и тогда уже будут повеселее главное не потерять ручной работа вертикалка вот такая вот стороны серебряная с другой золотистая а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 6,8-7 метров Ну вот, перескочили мы поуже Здесь вроде DimaTorzok Сидим долгим Я одного вытащил Небольшой Опа Ах ты блин, собака Да ну нафиг Слушай, это не окунь был Не окунь был Блестящее что-то такое Блин, да что такое Мелочевка какая-то Ну вообще неинтересно Такое вообще неинтересно ловить Димон ты так тащил Я думал там у тебя монстр какой-то Та бляха, муха ты Че, сошел на ней? Сидит еще Вообще мелкота какая-то Мелочь просто Я обратно отпускаю Нафиг я такое не хочу ловить Ну вот дорогие друзья Приехали мы На точку Поснимали Наши жерлицы Ну вот я даже не стал Это все это дело Запечатлеть Потому что Там реально нечего было снимать Вот все пустые Вмерзшие Мы их еле отколотили Ну вот сейчас Вот на окуне сидим Потихонечку Так что-то Дергает Вот Но надо искать Постоянно Перемещаться С одного места На другое Потому что С одной лунки Два окуна И дальше пошел Это вот Вот такая вот Балки Он сейчас Попробует Что-то подснять Ну как всегда Даже на камеру Оно не клюет Ну бы попробовать Сегодня немножко Переделал оснастку Вот в общем Сделал как у Димы Такую скилочку Сейчас посмотрим Что там Он покажет Здесь как всегда Ветер Нигде и ветра нет А здесь Лупит еще и с этим Еще и со снегом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димон если клюет Его хрен чем Оторвешь от лунки Не вчера у меня повеселее было кстати Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДANKTorzok critical Другой 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 Поднимаешь Другой Я надеюсь, что вы сейчас не увидите. Я надеюсь, что вы сейчас не увидите. Я надеюсь, что вы сейчас не увидите. Я протягиваю все гайки. Под дороги. Я уже не увидел. Ну да, пришел. Дорожку. Хорошо вот инструмент с собой зимой будет. Это правильно. Инструмент и никак. Ну что я могу сказать по поводу сегодняшней палки. Вот так себе. Ветер дует. Я думаю, что даже записывать зуб не буду еще. Короче, потом скажу по поводу сегодняшней палки. Я думаю, когда приедет. По тайными тропами. Чтобы лучше к дому. Я не знаю, что я говорю. Просто толпа себе не очень. Должен говорить. Я думаю, что здесь не будет. Я не знаю. 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 Я знаю. Забы. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. вот наконец-то мы доехали конечно хладновато да плюс еще снег который хорошо очки были ну от рыба через так себе в общем можно сказать что паук у нее там ну и один дима где-то поймал килограмм 10 наверно вот а мы пока искали дима ловил поэтому вот такая рыбалка сегодня получилось я что-то думал чтобы окунь будет у берега стоять но к сожалению ошибся поэтому потратил только зря время в общем вот так вот ну завтра у нас уже мы выезжаем то есть буквально у нас там будет ну да до двух часов дня наверно будет небольшой промежуток времени когда мы можем половить и потом все и потом уже к дому потому что всем на работу все всем надо работать ну завтра может кое-что поснимаю немножко едет собака вот и собака да ребят ну вот у нас финальный день забираем железы которые остались поколачиваю не вмерзвы и потихонечку может немножко еще полоем окуня вот и можно пытается выкрутить чудо железы вот стоят как бы они мерзшие и сработать никаких нету лёха там свои закидушки достает на вот утопил ему черпак сейчас вот наверно будет топить димона черпак шуткой конечно сетуевина здесь ну с рыбой вообще плохо чем не менее рыбалка не очень ну вот и все кончилась наша рыбалка там сбора муха там собирает кучу вещей немного подловили рыбы у точнее на местную на фиге филиал рыбкой конфетки ставят ну так вот не без рыбы и сани и все дела так сейчас я аккумулятор у тебя в доме какой аккумулятор а а